Игул 48-й. За Украину. Тест мой воевал под Ленинградом, Волховский фронт. Это второй фронтовик, от которого сейчас поют песню, которую... Сейчас расскажу, буквально три минуты. И дошел до Польши в Синягинских болотах, получил туберкулез. И дошли до Польши, освободили Варшаву, и он там пребывал несколько лет. Там с тещей познакомился, она, будучи русским военнослужащим, тем не менее, в войске польском, которая у нас была, Харунжей, врач, стоматолог. Она там пробыла всю войну, конфедератки, фотографии остались. И они там познакомились и потом поженились, когда война кончилась. А вот интересная вещь. А Геонид Яковлевич, это мой текст покойный, его вылечил от туберкулеза. Он на постой стоял, там еврей один в Варшаве был, он вылечил. Поил его пивом, медом туда добавлял, яйца какие-то, еще чего-то, и вылечил за три месяца. В то время как вокруг травили, умышленно травили офицеров советской армии. Вот такая сложная штука война. Но когда ему вручали в Москве уже посол уже, высший орден польской, польского государства, такой орден, вертуте милитария называется, может, слышал. И тот отказался ехать в Польшу, то этот посол плакал, говорит, зачем я к вам здесь, там вам надел 300 злотых каждых месяцев, живите сколько хотите. Никуда он не поехал, вот с орденом лезьте его и похоронили. Но они пели песню, я ее узнаю с детства. Отец не воевал, он на Центравьем фронте, потом закончил первый украинский, дошел, где сами посадили, 5 мая, закончил войну, взять им Праги, а на Прагу бросили наш. А песня такая, она очень интересная. Я залез когда в интернет, посмотрел, откуда эта песня, и понял такую простую вещь. Вот нельзя так издеваться над песней в политическую году, кому бы то ни было. Я спою первоначальный вариант, кто-то от Аса, но и 15 вариантов все разные, кто только не поет. Почему бы назвали Волховское застольное, песню бойцов Волховского фронта, это все верно, почему бы назвали. После того, о развенчании культа лично Сталина, вообще убрали, чушь написали собачью, и сейчас то и не поет. Поет казачий и уральский хор, еще чего-то. Да, там все, вот с этими своими казачьими штучками, шифрин поет, этот комик, поет шнур, как хочет он так поет. А первый вариант, не поет никто. Вот как сказала цензура, все, проста назабудьте, налепили бог начало. Я вот про эту песню, она подходит для того, чтобы, значит, ну ради истории хотя бы, 41-й год, когда никаких застольных не было, позициируют, что она в 41-м году написала, нет, там еще Генинград не пережил плаканы. А она уже, когда прорвала плакат, пошла вот такая песня. Калинки Миша как-то ее пел в своем варианте здесь. Я спою, как помню ее, в честь наших предков, которые победили в этой войне, и в честь наступающей годовщины, и ради правды. Редко к друзьям встречаться приходится, но уж когда довелось. Вспомним, как было, и выпьем, как водится, как на России повелось. Вспомним, как было, и выпьем, как водится, как на России повелось. Выпьем за тех, кто командовал воротами, но замерзал мы в снегу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, горло ломая врагу. Выпьем за тех, кто ночами холодными, в мерзлых не спал в блиндажах. Пилоси на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Пилоси на Ладоге, дрался на Волхове, не отступал ни на шаг. Выпьем за тех, кто полег под Синявиным, тех, кто не сдался живьем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина Выпьем и снова нальем Пусть вместе с нами земля Ленинградская Вспомнят былые дела Вспомним, как русская сила солдатская Немца затихли гнала Вспомним, как русская сила солдатская Немца затихли гнала Дать мы чертимся кружками, стоим мы Братство друзей боевых Выпьем за мужество павших героями Выпьем за славу живых Выпьем за мужество павших героями Выпьем за славу живых Будут навеки, навеки прославлены Под полигменной бургой Наши штыки на высотах Синябина Наши полки по долгой Наши штыки на высотах Синябина Наши полки по долгой Редко друзья нам встречаться приходится Но уж когда довелось Вспомним, как было И выпьем, как водится Как на России повелось Вспомним, как было И выпьем, как водится Как на России повелось И там же еще обнаружено такую вещь Что по песням Я знал про афганскую войну Что если собрать все песни Все-все-все есть Какие есть писали Солдатские церкви за все годы войны То и получишь самая полная картина Этой войны Не надо сидеть в кабинет Все это выдумывать Не надо заниматься Психологам надо Эти песни просто слушать все Вот все вместе Которые написали И будет полный образ войны И поэтому я стал искать песни Они старые, хорошо известные Но я совершенно забыл И песни, которые написаны Были исключительно людьми Которые сами прошли войну Не потом Это замечательная, конечно, песня И этот день победы, знаете Дам за того парня Замечательный Но покойный Мой учитель где-то И друг хороший Значит Вадим Кожанов На семинаре Он Миша Михайлов помнит Миш, ты здесь? Здесь, здесь Помнишь семинар, да? Еще Когда Кожанин говорит А вообще, вы помните Знаете, какие в окопах В отечественной Они пели И пел Он сидел Запомнилась И он сказал Что песню лучше изучать Слушать те, которые Писали там непосредственно Даже если маститые были Ну знаем Там Анчаров Там И ребята И другие Хаёш-композиторы Они были на фронте Они писали о том, что видели Поэтому И песни у них были Паралические Понимаете? Вот такая песня Сейчас я спою Она тоже известная Но пока были живы Пели её многие До 1991 года Сейчас забыли Сейчас их не поют Сейчас чего-то Какие-то измышления Кого-то, чего-то Чего-то такое В гимн Советского Союза Передел Зачем? Кстати, они пели на фронте А пели Вставай прокатим Заклимённый И песни пели Вот Отец понял Песни написаны После революционной Гражданской войны Он их пел Так что Забытое старая песня Вот такая Песнь забытое Только вот Помишенность Она закончена была После того Написана песня Когда Отбила Наши армии Крым Одессу Всего Всего немцев И дальше Ему назад Вот такие песни Ну, если я совершенно дурацкий Вот там Почему ее выбросили Ну, помните песни Первых космонавтов Давайте-ка, ребята Закурим Перестартать Закурим Убрали Песни Переделали Ну, как вот сейчас Вот, просим курить везде Да, ребята Этим к черту Кто к вам будет ходить Если вы себе везде курить бросите Вы бросайте там Где у себя В Кремле Там, может Хотя, курят Курят Я точно знаю Гордеев Говорил, Серег Ходили И пили Прямо Ну, неважно Вот такая песня Историческая Простите Простужно я Из-за такой Да Французский прононс Появляется Да, ладно Такая хорошая Ну, мне нравилось Отец пел И после войны Играя во львове Играя на трофейном Боя Научился сам играть За войну Дует теплый ветер Развезло дороги И на южном фармонте Он теперь опять Тает снег в Ростове Тает в Таганроге Эти дни Когда-нибудь Мы будем вспоминать Об огнях Пожарящих О друзьях Товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить Вспомню я Пехоту И родную роту И тебя За то, что Ты дал мне закурить Давай закурим Товарищ по одной Давай закурим Товарищ мой О походах наших О боях с врагами Долго будут люди Песни распевать И в кругу с друзьями Часто вечерами Эти дни Когда-нибудь Мы будем вспоминать Об огнях Пожарящих О друзьях Товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем говорить Вспомню я Пехоту И родную роту И тебя За то, что Ты дал мне закурить Давай закурим Товарищ по одной Давай закурим Давай А вот купля Слушайтесь Еще ничего не было О тех А когда-нибудь К немцам И в помине И к своим любимым Мы придем Опять Вспомним Как на запад Шли по Украине Эти дни Когда-нибудь Мы будем вспоминать Об огнях Пожарящих О друзьях Товарищах Где-нибудь Когда-нибудь Мы будем Говорить Вспомню я Пехоту И родную Роту И тебя За то, что Ты дал мне Загорить Давай закурим Товарищ по одной Давай Загорим Давай Я на себя Нажал Воспоминания о будущем Как на завтрашке На Украине А дальше Польша И так До ла-манша На вдруге повторится Че нам Первое что А песня была И вот Сейчас расскажу Значит Выступает На 15 февраля Выступает Хора Александрова Поет пополить Песен Разных всяких И слушать песен Которые мне очень нравятся И сейчас нравятся Значит Там Там есть Бублик Солдаты В путь А для тебя Родная Выкидывать Выкидывать припев Это долбанная политкорректность Которую наши Сошли с ума Да Изуродит песню Они не поют куплет Мы прошли Прошли С тобой Полсветы Если надо Повторим Убирай Ты спейте на общую Как представлены Ну кому можно Вот если ты руководитель Там полковник Куплет Я потом Еще не подраз Говорю Если ты руководитель Ну че ты Хрень поешь Какой ты Полковник Вот раз Со мной Не пошел А я в ее В дом Значит Ну зачем Изуродовать Так вот Песню Это урода Не история Потому что Как я уже говорил Песня Есть состояние души Песня Передает информацию Из ревна Ведь не просто Обречали Там на гуслях Ходили Скайли Там Скандинавские Не просто Они же О чем пели Сказания своих Блинах Баянов гимн Это совсем Не литературное Произведение Чтобы читать Его Его слушали И передавали С поколения Поколения Ну и к сотни лет Даже Как и песни Тогда Еще одну песню Я не знаю Где она Кто написал Ну просто не помню Хорошую песню Надо знать Это тоже Кто чего написал Но я ее написал На первую косетку В Афганистане Сейчас я ее не пою Она тоже Автор неизвестен Но она мне нравится Ему Ну нравится тоже Кто слышал Тоже Ко дню победы Написано Давно Когда Тим Прошлый день Отгремела Как громаде Рейхстага Пулеметы Трещали Со всех чердаков А вокруг Пробившие сердца Тихо слезы Стекают Оставляясь лицом На желтой звезде На ладони На ладони Жены Тихо слезы Стекают Оставляясь лицом На желтой Звезде Аплодисменты Вы простите Что я так мучаю Возвременными песнями Но у нас Помните Традиции Всегда Какой праздник Когда я сказал Винкин Мишка Дом Стоп Обещали День танки Санкт-партанкистов Обязательно Ачел А здесь Большие праздники Тут же Никак не обойти Просто те песни Которые Почему-то Как-то Через Подачи Исчезли А вот Песни-то Замечательные Осталась Песня Анчара Парашют Рванули Но Анчара Воевала В тесантных войсках И сказал Господь Эта шпажка Лесит Благушеский Аталант Но зато Вот эта Песня О людях Которые Вообще О них Мало Пишут Почему-то Ну я Героически Профель Тесат Морпех Даже Пехота Танкисты Летчики Это про Связистов Ты Есть Связисты Ну без Связь Никуда Ни в Разведке Нигде Но они Хромные Ребята Зачастую Шифровальщик Витя Был Когда Тут Сидел Самый Секрет Человек Бадахшана Профессор По Связи Человек Танк Вести Но Бой За Родину Человек Черный Пром Человек Человек Прежнего Кругом Гремит И грохочет Война А в трубке Слышатся Слова Такие Нежные Заря Ты ведь Заря Я чайка Я волна А в трубке Слышатся Слова Такие Нежные Заря Ты ведь Заря Я чайка Я волна Не флаг Не стиль По Полю В Боя Нам Прогде Всегда Черный Прот Течет Но Если Хочешь Барень Стать Сыроем Воином Давай Бери Мою Катушку На плечо Если Хочешь Барень Стать Суровым Воином Давай Бери Мою Катушку На плечо Не Танк Вести На Бой За Родину Без Черный Прот Я Потяну Вперед И Выгину Настерки Рыжей И Рычку Для Ордена Связисту Вражеская Пуля Провернет И Выкину Настерки Рыжей Дырочку Для Ордена Связисту Вражеская Пуля Провернет Аплоден 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 Последнюю песню О Войне Анатолии Написанная Ну понял Написанная Где кто И чего Даже Какого Кинофильма В каком Гору Но это Сейчас Не важно Песня Хорошее Главное Исполнял Человек Который Не владел Ни голосом Ни инструментами Но это Марк Горнес Не владел Ни голосом Ни инструментами Как я Я тоже не владел Голосом Никого образования Но Марк Горнес Вообще Ну вот как он пел А как пел Другие люди Прошедшие войны Они просто чувствовали И пели так же И там не надо Калакатурный Сопрано Какой-нибудь Хор Вот эта песня Фильм Какой там Друзья Собрались Не Белорусский Вокзал Собрались друзья И один из них Сел за рояль Это старый Уже такой Хедой Песня Стал петь Но песня Хорошая Это песня Акуджава Которую мало Слышан И мало Знают Она Про царевскую Поверь Про победу А мы с тобой Браты С пехотой А летом Лучше Чем Зимой С войной Покончили мы С войной Покончили мы С войной Покончили мы Счеты Бережь и нет Пошли домой Покончили мы Заря и пепла Наших улиц Опять Опять Товарищ Мой Скворцы Пропавшие Вернулись Скворцы Пропавшие Вернулись Скворцы Пропавшие Вернулись Бережь и нет Пошли домой А ты Закрытый Почали Спишь Пожестяной Звездой Вставай Вставай Однополчане Вставай Вставай Однополчане Вставай Вставай Однополчане Бережь и нет Пошли домой Что я скажу Твоим домашним Как вставай Перед вдовой Неужто клясся Днем Вчерашним Неужто клясся Днем Вчерашним Неужто клясся Днем Вчерашним Бережь и нет Пошли домой Мы все Войны Шареные дети И генерал И ледовой Опять весна На белом свете Опять весна На белом свете Опять весна На белом свете Бережь и нет Пошли домой Опять весна На белом свете Бережь и нет Пошли домой Эти песни вот еще три Они конечно тоже про войну Но это Там чего У меня получилось Я Не видел войну Но я видел ее Впоследствии И в Москве И в Львове И отец мой Станин Давно ушел Из жизни И тесть Я не рассказывал Я с детства запоминал Так что вот эту песню Ну я знаю что такое Возвращаться домой С любой войны Из Афганистана С какой-то Понимаю и чувствую Как мы все Главное чтобы ждали Здесь дома ждали Не какие-то там Афганские братья Нас ждали Которых мы придем И спасем От чего-то Неизвестно Не дамы Не болгарские Братушки Которые денег От нас ждали И не Казахстан Сейчас Киргизия Которые денег Хотя до чего-то ждут Потому что Все это у нас следует И даже американцы Которые от нас Ничего хорошего Не ждут И правильно делают Значит так И не на Западной Украине Нигде Главное чтобы солдаты Любого Где-то Если не полный отморозок И не иностранный легион А не какой-то наемник Которые все равно Где-то ждут Там что-нибудь Да женщин найдем В любом себе Которую возьмем Ждать должны На родине Ждать близкие люди Любящие тебя Поэтому вот Общищена на моем Землякам Вернее землякам моим Они Исполкают В 160-го Тот Федоров Знаешь Динго И другим жителям Города Коломны Афганцам Вене Афганцам Которые там Рядом Вот в Афгнистане Километров в 10 Ищат Километров в 30 Называется она Возвращение Эта песня Но это конец военной Когда война кончилась Возвращается Вот А на литозе Обниму Час Обниму Обниму я березу Родную Белой грудью Ты встретила пулю Что была предназначена мне А там где мой дом 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 Скоро сирен Снял 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 с плеча Снял с плеча Положил на земли И лицо Снял с плеча От соленого бода Я отмою Студен Студеном ключе Я дошел От Москвы До Берлина Я до Эльбы Дошел А таким И в огне Прикрывали мне спину До благо Здесь А там где мой дом Скоро сирен Зацветет Тебя Вот стою на зеленой опушке, Подо мною звенит пешеный, Не крохочет ни танки, ни пушки, Не закончилась эта война. А за рощей краски блистали, С непокрытой сдаем головой. На груди моей параметали, Орден славы и шрам пулевой. А там, где мой дом, Там, где мой дом, Скоро сирень зацветет в палисане, Там, где мой дом, Там, где мой дом, Помнят ли там о солдате, Там, где мой дом, Там, где мой дом, Что, где грусти о солдате? АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая песня, она тоже из тех многих песен, не стилизованная, как-то свое отношение к войне отечественной, мы все воевали, все за единым, но тоже песня в общем-то о возвращении. Целых настоящих украшают наш дом, на снарядные леси плащ-палатку кладем, посты грамм нам положено, фронтовой наш поет, есть и банка порожняя, наливанка в роток. Посты граммам положено, фронтовой наш поет, есть и банка порожняя, наливанка в роток. За сторонку, за русскую, выпьем этот бокал, стой нехитрой закускою, чтоб союзник ты слал. За землянку уютную, подаряй огонек, за машину попутную, наливай-ка в роток. За землянку уютную, подаряй огонек, за машину попутную, что идет на восток. Выпьем мы за товарищей, за друзей боевых, что прошли сквозь пожарища и остались в живых. А за тех, что не дожили, пап в жестоком бою, молча мы, как положено, выпьем водку свою. А за тех, что не дожили, пап в жестоком бою, молча мы, как положено, выпьем водку свою. Навернемся счастливыми, кончат долгий поход, будут девушки милые навстречать у ворот. И что было загадано, все исполнится в срок. Пусть горит за туманами золотой огонек. И что было загадано, все исполнится в срок. Лишь бы ждать за туманами дорогой огонек. Она стала известной, но написана она на 30 лет победы в 75-м году, посвящаясь моему отцу и его товарищам. 172-я стрелковая дивизия, 1-го Украинского фронта, разведка, помощник начальника штаба по разведке и Сема Реган. Видно, она так прижилась, потому что у всех воин суть-то одна, без за что сражаться, но вот так вот. И разведка, и здесь разведка. Хотя некоторые подходили и говорили про шейха, почему вы не поете последний куплет? Да нет, какие там, какие за кики? Не смотрели, даже фильмов, наверное. Очень молодые ребята, даже некоторые офицеры. Я говорю, что хочешь спираль? Бруно. А колючка простая, чего так? А языки зачем отрезали? Ну что ты, лейтенант стоит. Зачем языки отрезали? Не отрезали, брали. Я вообще-то мне глаза вытащил, чтобы взять язык, пошел дальше. Не приедешь. Да, русский название. Язык-то переводится, иностранец, чужой. Кстати, когда первый перевод слова полку Игоря, там в дружине у Игоря было двунадесять языков, значит, решили, что иностранцы. Потом, когда внимательно перевез, отзывал славянского, оказалось, что это просто элемент, деталь русского вооружения. 20 штук, там никаких иностранцев по ней не было. Ну вот, а на войне, как на войне, а нам труднее, там вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся, не спим, чужие слезы нам зачем? Уходим в дождь, водим в ночь, уходим в снег, батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой, ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради, мы до славы доживем еще с тобой. Если так случится вдруг, тебя навек покинет друг, не осуждая его война, тому виной, тебе наш родный старшина отдаст медали и ордена. Разведка, заработанная мной, тебе наш родный старшина отдаст медали и ордена. Разведка, заработанная мной, батальонная разведка, ты без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой, ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради, мы до славы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, мы пою сядемся за дружеским столом. И вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и чашу полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, в ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу, и последнюю в щепотку до вакан. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу, и последнюю в щепотку до вакан. Батальонная разведка, мы без дел скучали редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой, ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой, ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Тут плавно переходим к Афганистану, к афганской войне. Отец мой не понимал, он так с уважением относится, вот у меня тоже, к кальниру, повторяет меня, сын, всем, глядя, представлял. Надя, Надя, да чего там воюете? Вот мы воевали, пошло и поехало. Он так всю жизнь говорил всем, и тесть ему вторил. Я ничего не возражал, в частный случай нашего бытия, в Афганской войне, но то, что какие последствия она принесла для Советского Союза, то есть разваливала целиком. Отец так и не понял, ни отец, ни мать, вот те, кто сражался за Родину, не понял 91-го года, так ничего, так и умер, не понял, что и мама тоже, и я ничего не понимаю. То есть это понимание, это проще, но отец не понял. Ну вот тогда, значит, в Афганской войне. Вот, Карась, вы знаете, карася, да, в Луганске, он как-то вот ему понравился, там прикупился, одна строчка, и он на вопросы отвечает. Вот, ага, двух разных войн детей, вы сутки, вы больше не делали, что-то, мол, у Морозова спрашиваете, что-то, нет никакой разницы, войны с одной стороны. Это так и называется, разрушение в Катар-Комонии, Туркан-Файзабад. Двух разных войн, едино суть, так говорил один Камбат. Мы трассой жизни звали путь, и с Турканом Файзабад, там трое суток напролёт. Ползёт колонна между скал, за поворотом, поворот, за перевалом, перевалом. Держись спокойнее, браток, на нервы мидерна цена. Здесь не Европа, а Восток, и в моде минная война. Стримни, покуда твой черёд, отдай напарнику штурвал. За поворотом, поворот, за перевалом, перевалом. Закрой усталые глаза, тебя наторви и откли. И всё, что в письмах прочитал, за словом слова повтори. Тебя в союзе кто-то ждёт. А может, ждать уже устал? За поворотом, поворот, за перевалом, перевалом. А нет уж, лучше не дремать. И успокоиться на том, что будет время вспоминать. Когда до финиша дойдём, пыль соску вы смывает пот. За поворотом, поворотом, за перевалом, перевалом. А где-то мир и тишина, и только фильмы о войне. А здесь отметилась война, пробоины и в лобовом стекле. Сказали, вас награду ждёт, а ты о ней и не мечтал. За поворотом, поворот, за перевалом, перевалом. И кто-то там живёт, как жив, добрососедствуя со злом. А ты давно уже забыл, что именуется добро. Закат ложится на капот, угрюм и тих, в огромах, а. За поворотом, поворот, за перевалом, перевалом. Дилемма, быть или не быть, не для уставших наших душ. Мы просто дальше будем жить. Перевалим за кентукуш, вот, пробудев над головой. Мердушки в сторону ушли, и перестроился конвой. Очнись, приятел, вы дошли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Дождь идёт в горах наукава. Сейчас, да, кстати, забыл сразу сказать. Если чего-нибудь есть, предложить, вы давайте, говорите, там, в залу присылайте как-то. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АНИ, давай стоять. Я вас поздравляю, сегодня же, за Дашкина, нету разбили, да, что в области не было. Озер Тел, да, выпил. Немцев разбили на Ладожском озере. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, фашист никто не говорил. Вот первая песня пел, да? И немцы за техник на Ладожском. А когда-нибудь немцы их победят. Чего? И политкарета из фаши. Фашист просто идеология. Там неприятные. А немцы месячные. Они друзьям же им были. И Романовы, то на четверг, то на половину немцев. Или Форты и все ребята. Вот им что-то все хотят. Всем что-то хочется. Россия же большая, а эти песни и слова. Вот кто-то говорил, а это наши проявали, а остаются твои песни. И последний, чтобы... И каждому. А как вы понимаете? А история такая, что... Вообще, история не наука. Она вот есть, независимо от того. Это тут трое-четыре автория сговорились и решили... На самом деле, нас не спрашивают. Она есть, какая есть. Никакой не поменять. На твою историю даже с папой не вставишь. Ну, пропадает. Вот, может, визит. Ты менять эту историю тоже можно править. Нельзя менять эту историю. Она уже написана. Так что тут ее... Попытки заменить историю приводят в собственные деньги. Уже были. Видишь, сколько перестреляли желающие заменить историю. И у нас их есть. И еще перестреляют. Глубокие скорби не вызывают никто. Меняли же. Еще как меняли. Как жестокое зло по отношению к России. Так что слез не пролив. Ни по поводу Немцова, ни по поводу Николая. Вот Олеся мне будет увлажать. Он нейтральный был, но в такой войне нейтральных нет. И нельзя быть миротворцем. Игорь Николаевич. А дальше? Я еще... Вот короткие... Она не короткая злина. Просто расскажу. Из-за чего Сербурь весь в Афганистане был, есть и будет. Там 200 лет уже идем. Значит, никакой не было там. Был Пушунистан. Были множество княжеств там, вместо Индии. Потом пришли там англичане, никому не лень, за алмазами, за гульяртами и за... Заботились идеи Индостан создать. То и все. Включая... В Пакистане не было никакого. Разросли какие-то. Раджанаты там, еще чего-то. Ну и все. У них получалось здорово, пока не решили они еще сюда же, в Индостан, в Индокитай, включить и Афганистан. Уже Пакистан был, уже там все это. А вот Афганистан, ну никак. Ни у кого не получился, у нас тоже, кстати, за 10 лет. Англичанам трижды не получалось. Американам сейчас не получилось, ни с кем. Но нельзя пуштунов, они сюда придут. Это непокорное племя кочевников. Нельзя. Они плевать на всех хотели. Вот есть такой, горные пуштуны. Там вообще нельзя пройти. Англичане трижды пытались сюда, трижды их выкинули. Две биты в прямой ванде, чел вооруженный, это кремневыми фузеями, крик на лах акбардом. Выкинули оттуда, трехтысяч, тридцатитысячный корпус. И на что, двадцать сушили сами. Никто не выгонял. Американцам там делать нечего. Подокшану родному его выкинули. Американцам. Как-то они рвались, теперь там мировой опиумный центр в этом самом Подокшане. Дороги все мощеные, гипотедрежников только не хватает, все нормально. Но за наркоденьги так будет. Но без американцев, которые там очень рвались. Там, где американцы приезжают, там транзит наркотический начинает. Они думают, это дело. Ну вот это, никак не могли присоединить Афганистан, Пуштунистан, никуда. Тогда один махнул рукой, на все моменты, премьер-министр, звали его, Дюранд, значит, Великобритания правительствия. Он говорит, да что с ними? И вот так, линию провел. Вот это вот наш Пакистан, вот это вот Индостан, а эти афганцы посидят. Вот эту линию Дюранда или Дюранда, никто ее не признает. Афганцы не признавали ее никогда. Когда в очередной раз хотели ее выровнять вообще и туда территорию Афганистана захватить, в 19-м году афганчане собрались, это есть последнее решительное, но в это время правительство Афганистана в Лунушах стало подписывать договор о сотрудничестве и помощи военной с Советским Союзом, с правительством РФ. И в 20-м году мы ввели туда войска, и дважды вводили туда войска за период войны 41-го, ну, под этим 40-х годов. Посмотрите, миссию Кабуле, да что там все в городе, там военный развед, все набито, абурь, абурь, абурь. И все равно не пустили, да и убили кого-то еще там, руководство немцев. Не пустили, никого не пускают до сих пор. Поэтому, вот эта линия Дюранда, это там или мы, значит, если смотреть на Советский Союз оттуда, на Афганистан, вот в правой стороне, там где-то, Пакистан, Индия, и вот эта линия Дюранда, которую Мортимир Дюранд нарисовал на карте и так теперь разделил весь мир. Ну, любят англичане, спинтоз и мир делить, вот так вот. На карте возьмут, нарисуют чего-то, а потом долго мучают туда, как-то кажется, все делится. Ну, давай, вот такая песня. За линией Дюранда не утыхает гром, там ни свинца, ни жизни, ни жалея. Грелит война Афганск, в горах и в громе тон, рассвет встает кроваво-пламенея. За линией Дюранда кончается судьба и снова начинается с Кабула. Там соль на наших спинах и пепел на губах, и солнце, обжигающие скулы. А ты не торопись, удела плакать мой, читаю между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда и другие враги смешали беспощадные этой драки. Ревут бронемашины, крохочут сапоги, и сердце бьется ритмами атаки. За линией Дюранда мы старше на столе, здесь волосы седые, не в новинку. На тропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого ботинка. А ты не торопись у дела плакать мой, читаю между строчками в газете. А ты меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. А ты меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. За линией Дюранда все проще и мудрее, здесь за чиней не выторгуешь славу. И братство по оружию, религии своей, мы выбираем здесь не по уставу. За линией Дюранда до смерти нет преград, но ты не верь, но ты меня послушаешь. Со мной локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за ним Дукушем. Со мной локоть друга и верный автомат, и я не пропаду за ним Дукушем. И ты не торопись у дела плакать мой, читаю между строчками в газете. А ты меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. А ты меня, ищи по почте полевой и верь, что я живу еще на свете. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дувы! Двы что ли, еще, вроде распортеры, да? Сейчас. Что сначала? Дожь, вроде распортеры, да, и дождь как-то храл. Картина такая, ну это понятно, я бы не знаю, там главное не считаю, до песни хорошей и очень. Ну был, дождь, писал, что видел. Ну такая же, на самом деле, Но вот Олег Брюков тогда настоял, я спел, в 8-м году, по-моему, когда поел солдат, он был друг другу, а я его спел, всем понравился и теперь живем. Вот это все. Ну, это, в общем-то, мирная картина, ну, просто дождь. Вот там, где не дождь будет, это дождь. Ноги будут грубые. И хоть не отмылись точно, блин, мы все проиграем. Неважно. Дождь идет, граховый. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыли, отобили воды, и даже не подставив лица, Все пытаются отмыться от жары, Столетней пыли, серой пыли, беды. И даже не подставив лица, Все пытаются отмыться от жары, Столетней пыли, серой пыли, беды. Дождь идет, граховый. На колонны караваны, В полносурки с каранами, Крючки тянутся с небес. Дождь звучит по горным склонам, По машинам, по погонам, И шипит на раскален, Утомленным на колес. Дождь звучит по горным склонам, По машинам, по погонам, И шипит на раскален, Утомленным на колес. Дождь идет, граховый гад, По забытой, нежеланной, В память светлой. О доме, в дальнем доме и весне, И отплясываю триада, Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана, На завлатанной броне. И отплясываю триада, Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана, На завлатанной броне. Дождь идет, граховый гад, По пересохшим речкам в Магне. Он, конечно, он, конечно, Не российский, не родной, Местный бог от взрывов зверя И созвездия водолея На войну обрушил дождик, Этот дождик проливной. Дождик проливной. Дождь идет, граховый гад, Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли, От обилия водя, Не дождь идет, И дождя его подсталив лится. Все пытаются отмыться От жары не стали пыли, серый пыли лень. И даже если он подставив лица, Все пытается отмыться от жары столетней пыли. Серый пыли, серый пыли, серый пыли. Панюшкин. Панюшкин. Ну, неважно. В 93-х годах сказали, что это девочка, 18-го. Не важно, слова главные, хорошие. Пошли не Кургей только, да? Да там все вместе там. А нет, пошли не Кургей. А Порошенко и Дониненко? А я не перебил, не стал. Вот и так понятно. Пиндосы есть, Пиндосы. Порошенко. Что слиться нашим ворогам? Нам, друг, без всякой разницы, Как за сандалин порохом, Так дым пойдет. Эй-эй, эй-эй, На броне транспортёрит. Эй-эй, 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 На броне транспортёрит. Элементарная фигня, Все их попознавенья, У нас, что люди, что броня, Крепки до оборуденья, Эй-эй, эй-эй, На броне транспортёрит. Эй-эй, 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 На тупи будчо не попознавесен. Нам, ребят, энPS – Пох, запчением achieve их Элементарной фигня, В гробу Виталий Рейгана, Евану и Весний их Сенат. Эй, 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 на бронетранспортере. Эй, 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 на бронетранспортере. Я не стал переделываться, но понимаешь, как это называлось? По именам еще и помню. В общем, главное, весь Сенат, Эй, 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 в том же направлении. Так что давайте закорим, братцы, по одной, перерыв.